всем привет я сегодня нахожусь на набережной в анапе это не двухуровневая набережная в центре города это высокий берег сзади меня черное море я вам хочу немножко показать атмосферу на набережной ну допустим спустимся с вами к морю непоколебимая даже нет ни волн ни гребешков и я смотрю все на такое спокойное где пионерский проспект в реке и поближе к высоком берегу идеальный штиль у нас единственное что немножко такая мгла дымка стоит по погоде сейчас у нас где-то в районе 17 16 градусов не очень жарко уже понемножку перестраиваемся к осени затем и в зиме знаете как по-разному люди одеты кто-то также как и я в жилетке кто-то рубашечки кто-то футболочки сейчас покажу наслаждающихся людей кстати видите убрали лежаки убрали зонтики навесы и все вообще по-другому стало смотреться добром все снесли и навесы ставить какая огромная здесь площадь открывается которая говорит нам что сегодня довольно тепло видите 16 градусов вода 19 воздуха к для ноября то вот смотрите уже колоритные мужчины в плавках на любой вкус и цвет и женщины сидящие прямо возле берега моря ну прям много купающихся я вообще не ожидала мне казалось что пару человек купается все оказывается в такую хорошую тепленькую погодку много желающих поплавать открыто море я не узнаю вот здесь по моему летом лежа и лежаки стояли вплоть до самого 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 моря либо это вода так ушла смотрите вот она была полоса нет скорее всего здесь была вода видите вот где покрашена и где не покрашена то есть вода доходила летом аж до сюда представляете вот вода ушла получается с водой эта часть оголилась вот видите здесь такая же галька как и в воде ну теперь к воде поближе знаю столько купающихся отдыхающих впервые горизонт вы знаете как-то сливается с морем вот там видно женщины купаются пока я к ним дойду пройдусь может быть они уже и вылезут они тут у нас рядом происходит действие купание мужчина закаляется и хорошо в 16 градусов это реально классно если действительно вода столько в ноябре это второе лето не знаю мне наверное самое комфортное это 22 и выше если меньше 22 то наверное это уже прям для меня прохладно по крайней мере ниже 22 я ни разу не купалась но для многих 16-18 это нормально женщина купаются настолько кстати здесь свежий чистый воздух что пахнет озоном разряженным знаете такой вот вкус схожий между арбузным да таким и например запах дождя до который по асфальту покапал и прям асфальта такой приятный озоновый запах идет и вот здесь также только мне почему-то он все время напоминает запах арбузный не знаю почему все ждем ждем лебедей лебедей нет посмотрите насколько вода уху просто уходит ну нет слов потому что посмотрите насколько дно просвечивается или настолько она кристальная сегодня просто нет слов и кажется что тут небольшая глубина мне кажется что там женщина даже стоит в воде что-то не так с этой бухты пока понять не могу вот вид совсем поменялся по-другому все смотрится и кажется что и вода отошла еще к этому же мне кажется что здесь не глубоко так посчитаем да сколько у нас купающихся раз два в той стороне три четыре пять женщиной вот еще одна по моему будет спускаться как раз шестая мужчины там ловят рыбку ой заходит заходит что-то проходов прохладно на и вот стою сейчас возле воды поймала себя на мысли что с одной стороны солнце слепит вон там с другой стороны от воды идет такой прохладненький немножко шлейф воздуха хотя ветра нет абсолютно видите то есть полный штиль даже нет волны нету никакого волнения просто немножко море прибивается и отходит но мне кажется что вода уходит никому также показалось напишите пожалуйста комментариях ощущение что вода подходила под самые самые вот эти вот навесы теневые по крайней мере летом мы с мамой тут точно не могли место найти где можно прилечь музыка играет фоновая расслабляющая мы еще одна женщина смотрите заходит в воду что-то как-то она ежится храбрится но тут уже дошел до половинки надо и дальше давайте посмотрим как она нырнет а вот та женщина которая горела будет 6 она так и не решилась поэтому по факту 6 если окунется то будет вот эта женщина но она уже по пояс зашла они это на быстро окунулась и вышла все я вот смотрите там она уже переодевается о а тем временем женщина решилась и окунулась классно давайте я вам покажу все-таки какие у нас красивые камушки рассмотрите их заодно надеюсь качество позволяет кстати давайте проведем вопрос какой пляж у вас любимый в анапе может быть в анапском районе все что угодно от благо овещенской до большого и малого утриша напишите свой любимый пляж комментариях вот первый пляж с которым у меня было приятное знакомство анапе именно вот этот вот высокий берег именно малая бухта потому что мы проезжали на центральный пляж и там была камка в пятнадцатом году да такая кампа что мне кажется метров двадцать в длину она шла поэтому было некомфортно мне в эту грязничку заходить не хотелось и я вынуждена была искать какой-то чистый пляж и мне местные жители тогда посоветовали вот этот пляж на который оставшиеся там сколько одиннадцать дней ездила то есть я так и ни разу больше на центральном пляже не купалась такая вот у меня история так что наверное это один из любимых пляжей потому что он был самым первым который мне понравился еще в пятнадцатом году и вот уже четыре года прошло мне не верится кажется что это было совсем совсем недавно уже я тут почти без малого там больше двух с половиной наверно лет скоро три года будем ждать это памятные события наверно в июле следующего года будет три года уже так что сейчас два с копейками а мне кажется что я она уже знаю с доли поперек так наверно бывает да когда город небольшой и постоянно в нем путешествуешь куда-то ездишь так или иначе запоминаются его пейзажи просторы улицы дома новостройки частный сектор общем микрорайоны уже вот тоже подучила так сказать уже с точки зрения профессионального уровня уже должна микрорайона на ты мне кажется я в курске не знаю сколько школ по факту и где какая рядышком чем тут тут вообще классно не очень много школ так что не заблудиться на весь город там далеке парусник но он не плывет а стоит по ходу там рыбачит сидишь кайфуешь ни о чем не думаешь вообще класс я же говорил что море для релакса вот я сейчас сижу с вами я аж начала глаза закрывать от удовольствия как-то так пригрелась на солнышке надо еще работать поэтому на этой прекрасной лирической мягкой ноте я с вами прощаюсь до следующего репортажа ой солнышко как слепит хорошо раз бы поспать ладно не ленитесь надо делать дела работать мне кстати ждут люди мы сейчас поедем смотреть новостройки времена года привилегия потом южный квартал горгипи и замыкает эту пятерку жилой дом на пустошкина но мы ищем в общем-то до двух двух двести с возможностью материнского капитала как-то так поэтому друзья пора работать а вам хорошего настроения отличного дня пока я тут заканчивала видео сюжет раз мужчина ногами прочувствовал водичку все всем пока пока